МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор края Александр Карлин встретился с барнаульскими блогерами и не в темном переулке, а на вполне легальной пресс-конференции, прошедшей, как обычно, в почтительной атмосфере. Дожили мы до внимания власти к благосфере. Как пишет агентство Банкфакс, Карлин даже одобрил, внимание, так называемый албанский язык, но не полностью, а частично. Одно дело, когда к албанскому прибегают для того, чтобы скрыть незнание русского языка, а другое, чтобы подсветить наш великий, могучий и вечно развивающийся русский язык, заявил глава региона. А ведь не поспоришь, тем более, что наш губернатор сам ведет свой блог. Правда, на так называемом албанском там не пишет, да и пишет ли на нем кто-нибудь вообще. По-моему, это уже мертвый язык. Вроде латыни. Во встрече участвовали наши старые знакомцы Артемий Панченко, Крео Вью и сайт наших новостей, Денис Климонтов, блог Парадис, Дарья Хижняк, которая рисует прикольные портреты местных вождей. Вот какой у нее вышел Карлин. И Яна Стрелец, чей блог в наши обзоры еще не попадал. Теперь вот попал. В своем живом журнале Даша поднимает вопрос о судьбе Барнаульского сереброплавильного завода, о чем она спрашивала и губернатора, а также на не менее волнительную тему автосекса. Об этом речь в беседе с Карлином не шла. Похвальная разносторонность. Обращу ваше внимание на полезный сайт. Он в английской раскладке называется ясвидетель.ру. Под заголовок сайта «Служба поиска свидетелей и розыск угнанных автомобилей». На сайте можно поискать, например, свидетелей ДТП. Это очень важно для судебных разбирательств, особенно если пострадали люди. Есть на сайте и варнаульские запросы. И в тему свежее ютюбовское видео с одной из алтайских дорог. Вот так и ездим, или вернее ползаем. Вот и все на сегодня. По этому адресу я, Саша Вайс, жду ссылочек на интересные интернет-материалы, блоги, сайты, паблики и все такое прочее. А мою программу, как и программу моих коллег, вы всегда сможете найти на сайте наших новостей. Увидимся в четверг! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова